Добрый день, дорогие любимые коллеги! Вы все творческие, талантливые педагоги, знающие и любящие своё дело. Я уверена, что то, что я буду вам говорить, вам хорошо известно. Вы, конечно, используете эти же методы в своей работе. Но прежде всего мне хочется показать успехи моих учеников. Всем своим ученикам я всегда даю добрые советы. Эти добрые советы написаны у меня во всех книжках, в начале любой книги. Вот сейчас у меня вышла новая книжка в издательстве Титул English for Life. И там тоже даны эти советы. Но самое главное, что нужно заниматься английским языком каждый день. Пускай по 10-15 минут. Но это гораздо лучше, если ты занимаешься один-два раза в неделю. Потому что настоящий успех приходит, когда мы занимаемся понемногу. И если в течение трёх дней ты не повторяешь то, что ты выучил заранее, то идёт полное истирание следов. Ты забываешь полностью всё. И получается, что это зря потраченное время. Но если ты 7 раз в течение месяца повторишь материал, то ты запоминаешь его навсегда. То есть всё идёт в долговременную память. И навсегда ты будешь это помнить. Слова и выражения лучше всегда учить на сон грядущий. А делать грамматические упражнения, конечно, всегда лучше с утра. Мы запоминаем 90%, когда мы учим других. 40% мы получаем знания, когда обсуждаем с другими. 20% когда слышим и видим. И только 10% когда просто слышим. Я всегда говорю, что учите английскому языку своих родных и друзей. Это самый лучший способ запомнить материал. Поэтому заданиях я всегда дарю. Вот всё, что ты выучил сегодня. Язык нужен всем в семье. Учи всех в семье. Своих родителей, если они не знают языка. Сестёр, братьев. Вообще, говорите по-английски и не бойтесь ошибок. Лучше говорить с ошибками, чем не говорить без них. Ещё раз повторяю, что practice makes perfect. Повторение мать учения. И я вам всем желаю happy studies. Счастливых занятий. Начнём с Матвея, которым 10 лет занимаюсь. Я с ним по скайпу два года. Матвея, could you ask me? Как долго вы пишете английские учебники? How long have you been writing English textbook? А сколько книг вы написали? How many books have you written? А вам нравится писать английские учебники? Do you like to write English textbook? А что вы сейчас пишете? What are you writing now? Как долго вы пишете эту книгу? How long have you been writing this book? That's alright. Вы напишите эту книгу к концу месяца? Will you have written this book by the end of the month? И сколько книг вы написали до того, как приехали в Лондон? How many books have you written before you came to London? Thank you very much. Thank you. You've got an excellent mark. You are great. Затем хочу, чтобы вы познакомились с моей ученицей Сони, которой 9 лет. И я тоже с ней занимаюсь два года. Ура, ты нахуй. My name is Сони, I'm from the year 3. I'm 9 years old. I have been learning English with a time of reason for two years If you don't mind I'd like to ask you some questions How long have you been teaching English in your school? Had you worked in there before you began to work in your school? When did you graduate from the institute? Have you been abroad? Where have you been? What did you think there? Will you go to London next year? What were you doing yesterday at this time? What kind of books do you like to read? What are you reading now? How long will you have been reading this book by the end of the month? Are you married or single? Is your family large? Had you got any children? How many people are there in your family? Do you do any sports? Where do you live? Were you busy yesterday? Where were you yesterday? Where were you on your holiday since summer? Who was with you? How much time does it take you to get to your work? How many people are there in your group? What were you reading at your English lesson last week? Thank you for the interview. И, конечно, я хочу вам показать моего любимого ученика Глеба, с которым я начала заниматься с шести лет и занимаюсь, я думаю, уже пять с половиной месяцев. Значит, Глеб живёт не в Москве, занимаюсь по скайпу, а в Тверской области, в деревне. What day is it today? Today is Saturday, the 21st of March 2020. And a nice day, isn't it? Yes, it is. It is sunny, it is cloudy, it is cool, it is windy, but it is not raining. My name is Titiana, what's your name? My name is Gleb. Your surname is Greninthia, what's your surname? My surname is Greninthia. Would you spell your name, please? Uh, G... Uh, G-L-E-B. That's all right. And nice to meet you. Nice to meet you, too. And where are you from? I am from Russia. I am Russian. Yes, and what's your address, please? Uh, my address is 68th Street. Yes, and what's your phone number? My phone number is 55673355. Yes, I've got a cat. Yes, and what's your cat's name? Uh, his name is Cosa. And what color is your cat? Hmm... He is brown and gray. And how old is your cat? Hmm... He is... ...free. Yes, and is he clever? So, so... Yes, and have you got a dog? No, I haven't. Uh, you're in Britain and London. You're very hungry. Go, and... Go to a hamburger bar. Can I help you? Yes, a hamburger, please. Is that all? No, it isn't. Chips, please. Uh, certainly. Uh, anything to drink? Uh, yes, juice, please. Uh, which juice would you like? Peach, please. Uh, and for here or to go? For here. Yes, and juice, large or small? Small, please. How much is it? It's, uh, two pounds. Certainly, here you are. Uh, thank you. Uh, goodbye. Bye. Have a nice day. You too. Take care. My same to you. That's alright. And now you want to buy pizza. Let's go to the... And buy pizza. Uh, hello. Hello, could I have a pizza, please? What kind? Sausage and cheese and the Russians, please? Very good. Uh, here you are. Anything else? No, fine. Значит, вот с Глебом, чтобы достигнуть нашего результата, я занималась по English занятия для начальной школы издательства «Стрекоза». И в этой книге более 30 маленьких рифмовочек и есть стишки. Това, как дворус will open with ease to very, very little kiss and don't forget the three of these accouture, thank you and the bliss. Very nice. Good night, sleep tight. Wake up, bright. It's the morning light to the worst, right with all your might. Big, big and fresh. Big, fresh and juicy. I like vegetable salad, tomatoes in my salad, cucumbers in my salad, carrots in my salad, peppers in my salad, onions in my salad, oil and salt in my salad, peas, 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 could you give me sound please. I like vegetable salad, mmm good, great, tasty, delicious, wonderful. Vegetables are good for you, they help you to grow. Pears in my salad, bananas in my salad, apples in my salad, strawberries in my salad, watermelon in my salad, oranges in my salad, mix them up with a spoon and eat them soon. Поэтому я глубоко убеждена, что нужно учить не отдельным словам, а нужно учить выражением. Потом я вам покажу, как я использую это в своих учебниках. How are you? Fine, thanks, and you? I'm pretty good, nice to see you. Nice to see you too. And how are you now? She is very well. And how is your bed? He is not so bad. Yes, and how is your sister? She is pretty good. Yes, and where is your mom now? She is at home. And where is your dad? He is at work. And where is your sister? She is in your kindergarten. Значит, первый урок. У меня они сразу учат hello и hi. И на этих двух словах мы выучиваем пять букв, как произносятся они, как читаются, как пишутся. Очень важно научить детей правильно писать. Вот у меня, я вам покажу, очень много разных писем. Вот только что мне Брюс прислал. Никогда никто не пишет break letters. Они пишут всегда joint handwriting. И поэтому с самого начала я учу детей вот этого joint handwriting, так, как пишут англичане. Но то учу, как брать ручку, как её класть. Ручка должна лежать, чтобы ребёнок её видел. Потому что когда он поднимает, ему легче так писать, нежели когда она лежит остриём от него. Значит, остриём к себе. Второй урок у меня посвящён уже словам good bye-bye. Опять мы учим и звуком, и фонетике. Всё учится сразу. И на втором уроке мы говорим hello, hi, good bye-bye. В пятом уроке я учу детей, как считать. И показываю, как считают американцы вот с этого пальца, англичане с этого пальца и русские мы считаем с этого пальца. И учу их, конечно, как писать, как пишут англичане цифры. Вот здесь у меня показаны, как пишутся цифры и как пишутся буквы. Все цифры и буквы дети могут писать уже после седьмой встречи с ними, после седьмого урока. И вот, что они могут уже говорить после седьмого урока, это 53-я страничка, что Вот это дети уже могут говорить после седьмого урока. Они знают уже все буквы, знают уже цифры до 12. Буквам я учу с помощью той же игры. Ну вот, сейчас покажу. Опять practice makes perfect. Повторение. Вначале идёт A, B, C, D, E, F. Потом идёт повторение опять A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Затем идёт дальше A, B, C, D. В конце концов, повторяя это уже 6 или 7 раз, они очень быстро выучивают эти буквы. Также я даю фонетику. Фонетика также у нас, повторяя много раз, вся запоминается просто и легко. У меня есть говорящая ручка, которая также издан вот такой алфавит, алфавит книжка, издан в издательстве Знаток. Сейчас я вам покажу, как они работают. Учтение данной книжки я тоже считаю очень удачным упражнением. Вот, например, сейчас покажу. Буква A читается как plane и plan показано. И потом они должны пройти cake, fat, cat, bed, plate и так далее. Так сделано у меня на все абсолютно звуки. И дети очень быстро запоминают. Cake, hat, bed, bag, plate, skate, lamb, a cake on the plate, whale, a fat cat, mat, a fat cat on the mat, can, jam, grapes, cap. Звуки я делаю, показываю им так называемый цветофор. В этом цветофоре даны звуки, которых нет в русском языке, которые отличаются и которые похожи. И маленькие-маленькие здесь выражения. Самое интересное, что я с самого начала с детьми начинаю играть. Потому что если ты играешь, то очень быстро все запоминается. Вот у меня есть прекрасная игра, в которой дети прям прыгают настолько, когда я говорю, что мы будем играть. Моя name is Phillip. Моя name is Phillip. Моя name is Phillip. Моя name is Phillip. How old are you? I'm 6 years old. Where are you from? I'm from Russia. What's your favorite color? My favorite color is red. What's your favorite fruit? My favorite fruit is an apple. What's your favorite vegetable? My favorite vegetable is a potato. What's your lucky number? My lucky number is five. My name is Philip. I'm six years old. I'm from Russia. My favorite color. It's a very good game that they love children. And of course, I always teach them with cards. They're always given to the micro-radiology. The cards are given to the end. Yes, my name is Kira. What's your name? I'm Gleb. What's your surname? My surname is Vletaev. Could you spell your surname, please? P-O-L-E-T-A-E-V. Where are you from? I'm from Russia. What nationality are you? I am Russian. How old are you? I'm seven years old. Что касается этой книжки. Очень быстро и легко, с радостью и с улыбкой мы ее проходим. Еще хочу вам сказать, что урок тогда хорош, когда ребенок улыбается, когда ребенок радуется, когда он видит, что идет движение вперед, когда он уходит и знает. С первой минуты, когда он уходит ухо ко мне, он всегда говорит, hello, hello, hello to you, hello, hello, I love you. Let's do your moving exercise with colors. Yes. Red, 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 touch your head. Purple, 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 make a circle. Blue, 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 touch your shoe. Brown, 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 turn around. White, 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 look right. Pink, 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 have the ring. Green, 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 make it clean. Yellow, 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 be a happy fellow. Black, 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 touch your back. Gray, 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 sound, hooray. Green, touch, please. Orange, bridge. Orange, bridge. Red, hand. Brown, crown. Blue, blue. Green, 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 green Так, так. Спасибо большое. Конечно, огромным помощником вот к этой книжке является, ну это моя любимая совершенно книжка, это называется «500 фраз и тысяча слов». Говорящая ручка знаток. Can I help you? Can I help you? Я могу вам помочь. I'd like a teddy bear, please. I'd like a teddy bear, please. I'd like a teddy bear, please. Yeah, I'd like a teddy bear, please. What color? Brown, please. Brown, please. Do you like it? Do you like it? Yes, I do. Yes, I do. Could you show me that car, please? Could you show me that car, please? Can you make me a car, please? Certainly. Here you are. Certainly. Here you are. How much is it? How much is it? Сколько? Six pounds. Six pounds. Шесть фунтов. Can you exchange this car, please? It doesn't work. Can you exchange this car, please? It doesn't work. Okay. Что хорошо в этой книжке, что у нее здесь есть еще... Как быть британцем? Советы. Важные советы даны. В Великобритании не принято здороваться с помощью рукопожатия. Руку подают только при первом знакомстве. Hello. Это универсальное приветствие. Его можно использовать в любой ситуации. За исключением очень формального приветствия. Затем я учу как yes, no, ok, come here, be quiet. Это с помощью рук. Good luck. Желаю удачи. Good luck. Здесь даны все цвета, например, на navy blue, royal blue, sky blue, torquoise, и дано разъяснение здесь. В английском языке нет прилагательного, означающего голубой цвет. Англичане используют словосочетание light blue. Да, и еще хочу сказать, что здесь даны american and british. Как американцы и британцы используют язык. Where you're welcome, пожалуйста, говорят американцы. My pleasure, говорят англичане. Например, black or white. С молоком ты будешь пить или без молока. А у американцев with or without creamy. Наверху каждого раздела есть маленькая поговорка, например, в первой. В первой книге. Такие две книги. Первая и вторая. И опять здесь мой принцип обучения. Обучаю с помощью диалогов. Обучаюсь с помощью разговорной речи. Что нужно учить выражениями. Но это моя точка зрения. И вы увидите, какие результаты у детей. Самое главное, что они слышат и произносят. Помимо этого, у меня есть такие книжки, которые называются читаем, начинаем читать по-английски. Я всегда с детьми играю. И хочу вам показать мои перевёртыши. Я считаю, что это тоже детям очень нравится. И очень быстро всё запоминается. Что такое перевёртыш? Red написано. И он должен... Я говорю red. И он находит это red. Затем перевёртыш. Затем перевёртыш blue. И находит blue. Затем yellow. И ребёнок находит yellow. Затем green. И ребёнок находит green. И так далее. До конца. Потом в конце говорится congratulations. Поздравляю тебя. Well done. Молодец. Вот на больших буквах там. Они раскладывают маленькую букву. Вот так. Маленькую букву кладут. Но самое главное не этот самый интересный. Самое интересное, что на обратной стороне её произношение. A, B, C. И они потом раскладывают, как произносятся эти буквы. Обожают. Почему Глеб так любит играть? Потому что когда я начинаю с занятия, я говорю, ты начинаешь с того, что тебе нравится. Когда мы учили буквы, первая выставляла всю эту игру. И за пять мы его делали. Был просто счастлив. Любил и буквы класть, и произношение. A, B, C, C, D, C, 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 C. Ну а теперь поговорим о временах. Самое главное во временах нужно показать ученику, как англичане, то есть каково их языковое сознание, как они смотрят, как они используют глаголы в своей речи, чтобы показать своё языковое сознание. То есть, например, я говорю, я занимаюсь английским каждый день, я занимаюсь сейчас, и я занимаюсь уже много лет, слово «занимаюсь» везде у нас, у русских, одна форма. А у англичан будет три формы. И учить одной формы нельзя, потому что всё познаётся только в сравнении. И когда говорят, что present, project, continuous употребляется редко, это совершенно не так. Вот Грёш мне посылает очень часто всякие письма, и всегда, почти в каждом есть что-то present, project, continuous. И поэтому с самого начала нужно научить учащегося, чтобы он понимал разницу, обучить языковому сознанию. То есть я делаю это следующим образом, очень просто. Я учу с помощью двух конфеток. Я попрошу их, значит, принести обязательно конфетки, чтобы была обёртка в конфетке. И говорю, вот смотрите, я часто ем конфеты, вот они, две конфетки. Теперь говорю, откройте конфетку. И они открывают конфетку, и я говорю, а теперь ешьте её. Что вы делаете? Я её ем. Я есть жующее, я её ем. Значит, I am eating. Когда они съели, они показывают обёртку и говорят, я имею съеденный. I have eaten. Я им говорю, I have eaten. Затем они, следующий этап, они берут этот свёрнут, уже то, что они съели, начинают есть новую конфетку и говорят, I have been eating. I have eaten. And I am eating. It is I have been eaten. Но самое главное, я им даю много примеров, где они должны понять, вот именно, как протекает действие в английском языке. Я, например, говорю, что мама готовит каждый день. И показываю вот так. Мама готовит сейчас вот так. Мама приготовила, имеет сделанное. И мама готовит долго, она уже что-то сделала и продолжает делать. Я даю примеры, а они мне уже тоже сами показывают именно характер этого действия. Например, я учу английский каждый день. Мы сейчас с вами сидим и занимаемся, учим английский сейчас. Мы занимаемся уже с вами вот пять минут. Мы уже что-то сделали и продолжаем делать. Мы уже с вами, я уже вам показала пример с конфетками. Мы уже выучили этот пример. Это вот результат. Present Project. Вот таким образом я пытаюсь сформировать иноязычное создание. Еще, как я прошу делать. Я говорю, возьмите листочек бумаги и карандашик. И draw a lake. Нарисуйте озеро. Значит, они рисуют озеро. И говорю, and what are you doing? I'm drawing a lake. And what have you done? Когда они нарисовали крыльчик. I have drawn a lake. Я нарисовал. And how long have you been drawing? I have drawn a lake for two minutes. То есть обязательно нужно, чтобы ребенок учащийся, чтобы он понял все эти действия с помощью разных приемов. Потом, например, and now please draw two trees next to the lake. Что он рисует? I'm drawing. Я рисую. I have drawn. Когда нарисовал. I have been drawing. Я рисую уже там две минуты. I have been drawing for two minutes. I have drawn, когда я уже нарисовал. Вот таким образом, с помощью конфеток, с помощью рисунков, я вначале хочу их поставить на точку зрения англичанин, как он понимает объективную действительность с помощью глагола. А затем я уже разработала много всяких своих игр и разных вещей. Я очень люблю свою собаку, которую, может быть, многие видели с костью. Посмотрите, вот как интересно вот собака. Значит, собака вообще ест. Видите, собака ест сейчас. Кость у нее во рту. Собака съела. Кость у нее в животе. И собака ест долго. Одна кость в животе, другая кость во рту. И еще лежат с костью. Неизвестно, сколько она съест. Вот с помощью собаки, такого наглядного указания, где у нее кость, тоже очень легко выучить. И самое главное, что я говорю. Вы учите, что когда, здесь, вот когда, в какое время, затем, уже к какому времени это было сделано и как долго это продолжает. Я себя говорю, что мы с вами находимся в лесу из четырех деревьев. Вот нужно точно знать, вот около какого дерева и что мы должны сказать. В издательстве трекоза, вот, издана такая вот штучка. Вот такая English, времена английского глагола. Что здесь? И вот из этой разработки я беру вот дана табличка. И даны, там нужно разрезать вот эту собаку, которую они должны разложить вот по вот этим ячейкам. Вот, вначале они раскладывают собаку, затем они раскладывают здесь, как идет снег. И таких у меня вещь, этих карточек очень много. Да, я еще забыла сказать, когда они раскладывают вот эти карточки, то они обязательно должны смотреть на табличку. Это может быть любая табличка, где есть все времена. Он смотрит и раскладывает. Это так называемое поэтапное формирование умственного действия. Вот, в настоящее время она сажает вообще, она сажает сейчас, она посадила и она сажает долго. Она у меня такая вот карточка раскладывается, но для того, чтобы парная работа была. Значит, вот раскладывается так. Один смотрит, я говорю, всегда вдвоем 10 раз лучше все выучится, а другой проверяет. А потом они меняются. Среди день тоже. Много примеров, которые вот учат этот тренд и профит-континерсом. У меня издано несколько книжек по временам. Это повторяем времена английского глагола. Это первое, что у меня было. И потом вот в издательстве Iris Press у меня много изданий вот этих времен в английской грамматике. Но, а самое интересное, я же вам всегда говорю, что я учусь с помощью игры. И потом у меня есть изумительная игра, которая тоже очень быстро прознает ее язычное сознание. Издатель Stribus. Сегодня, вчера и завтра. Что это за игра? Значит, берутся карточки. Вот карточки. Одна карточка Present Simple. Другая карточка Present Continuous. Present Simple, Present Continuous. Затем Present Perfect и Present Perfect Continuous. Вот все эти четыре карточки кладутся на стол. И к ним маленькие карточки. И они должны маленькими карточками разложить вот то, что вот здесь есть. С обратной стороны тоже даны потом вот так. Здесь уже сразу Simple, Continuous, Perfect Continuous и Present Perfect. Вот разложив эти карточки, у них очень быстро они уже понимают, что такое четыре характеристики действия, присущие ему английскому языковому сознанию. Это все еще начало. Это только идет формирование. Вот у меня есть изумительная вещь про романтические диалоги во всех временах. К сожалению, никто это пока не напечатал, сколько я не предлагаю. Что-то наши издатели не очень, видимо, понимают, насколько это нужно для того, чтобы изучить времена. Сейчас я покажу вам. Present Simple. What do you do? Present Simple. И начинаете диалоги. Do you speak English? Yes, I do a little. Do you understand me? Yes, I do. But a bit difficult for me to understand you. Do you speak Italian? No, I don't. И так далее. Where do you live? I live in Moscow. I live at six. University Prospect. А, и так далее. Вот все времена даны абсолютно в диалогах. И когда выучивают эти диалоги, очень быстро все запоминается. Но самое интересное, конечно, у меня это мое старое нато, которое, видите, какое оно уже старое, какое оно уже изношенное нато, которое было издано первым в издательстве «Типа». После того, как все были мои остальные работы, книжки, фильмы, значит, с одной стороны русские, с другой английские, они покрывают русским. И я говорю, я вам даю три минуты, пять минут надоучивания, чтобы вы могли. Вот они когда друг друга спрашивают, если вдвоем, а если один все равно открывает и повторяет. Вот вчера у меня был урок, и я спрашиваю девочку, что тебе больше всего понравилось? Она говорит, конечно, когда мы играли на том. Вот если бы мы его переиздали, тоже было бы очень, очень хорошо, очень нужно для того, чтобы дети легко в игре понимали и запоминали в временах английского глагола. И, конечно, у меня есть изумительная вещь, которая называется «Talk to me», «Поговорим с тобой», это когда с тобой начинает говорить книжка. То есть, например, даны, вот она тоже будет издана в издательстве «Титл», и мне надо ее пропустить, потому что она, я считаю, одной из самых лучших вещей, которая за последнее время что-то придумала. Значит, здесь идет в начале, например, вот, паст-профит, как же трудно. «When my parents came home, I had already done my homework». В начале я даю, как бы, пример, что нужно сказать, как это употребляется. А потом я спрашиваю, «Had you done your homework? When your parents came home yesterday?» И он должен, смотря вот на этот пример, ответить. То есть, в начале ему дается правильный образец, а затем он должен на него ответить. Так сделаны все времена в этой «Talk to me», и дети, у меня очень много благодарности написано. Это все мои дети, которые все это делали, и очень быстро выучили те времена, когда они идут вот в таких диалогах, и всегда подписывали. Нравится им, что не нравится, что вычеркнули. Поэтому все, вся благодарность, которая у меня там написана, это все всем моим ученикам. И, конечно, я не могу учить времена без моих любимых и очень нужных. Это перевертыши. А перевертыши, вот видите, старт. Перевертыши. Старт. А затем идет вот та же собака. И они должны найти «Собака ест сейчас», что вот «Собака ест сейчас» будет из этих, вот они разложены до тех пор, пока они до конца не придут, где им потом скажут «You are smart, congratulations and well done». Это изданная той же стрекозой. Она тренажер времена английского глагола, где, смотрите, как легко задаются вопросы. «Do you work?», «Does he work?», «Did he work?», «Will you work?». А здесь «Where do you work?», «When did you study?». Очень легко и просто учиться. Но самое интересное, конечно, это дальше. Когда тебе даны, вот предложения нарисуют каждый день, сейчас, вот тебе просто показано, как это используется. А здесь данные примеры, они должны сразу себя проверить. Вот так сделана абсолютно вся книжечка. И поэтому дети уже 8-9 лет, вот сделав упражнение по этой книжечке, времена знают совершенно легко. И совершенно не доставляет никакой трудности использовать вот видоверные формы английского глагола. У меня никогда не пишут никаких, ничего не сказали. Там «I am», там «he is», что нужно ставить. Нет. У меня всё это выучивается в диалоге, и ребёнок этим пользуется. Не надо ему время тратить на то, чтобы ставить «DM», поставить «I am». Он это говорит совершенно естественно, без всяких вот этих дополнительных упражнений. Ни одного упражнения, где нужно что-то вставить, я никогда ученикам свои не даю. Учу диалогами, учу реальными ситуациями, которые для них естественны. И с помощью игр. Вот игры – это, конечно, удивительные вещи. Ещё раз повторяю, говоря, всё просто. Вот ещё у меня очень хорошая игра. Издательство «Регус». Покажу, что это тоже чудесная, совершенная игра. Здесь даётся «Holidays in Britain». Даны в настоящем времени, в прошедшем и в будущем. Значит, в настоящем времени это будет «I study», «Visit», «Fly», «Change», «Stay», «Attend». Это всё, что ты делаешь, когда приезжаешь в Лондон. Там «Watch», «Changing of the guard», «Go shopping», «Bring presents» и так далее. Вот в начале в настоящем времени, потом даётся с окончанием «As». Это у нас «He visits», «He travels», «He studies». Это вот вторая, ты говоришь уже в третьем лице всё это. Затем у нас идёт «Buduщее», вот это прошедшее время, «Buduщее». Всё здесь две карточки. И затем они должны задать вопросы. И они уже видят, что там «Do you study?», «Does he visit?», «Did he fly?». Значит, только идёт первая форма. Никаких там дополнений делать не надо. И очень быстро тоже три формы глагола. Ну, вернее, «Present simple», «Pass simple», «Cuture». «Simple» выучивается, ну, я не знаю, в пять минут. И здесь же есть карточки «Твой рабочий день». Вот «Daily routine». Вот их тоже раскладывать здесь нужно. И очень быстро этот «Daily routine» тоже выучивается. Вот у меня изданные «Irregular verbs». «Говорящая ручка, знаток». Затем у меня «Seven step», что «English grammar». «Говорящая ручка, знаток». Здесь вот опять дана же моя любимая собака. Сейчас я вам покажу в конце. Вот со всеми у неё, как можно сказать, вариантами. И потом дана, значит, «Present simple», «Present continuous», «Present perfect continuous». «Compared». И последнее – это «Present perfect», «Past perfect» и «Past simple compared». Это вот такая штучка. И, конечно, скоро увидим. И я считаю, что когда это увидим, я это называю энциклопедия. Это только у меня контрольные экземпляры. Называется она «English grammar». Две части. И всё это, конечно, в диалогах. Абсолютно всё сделано в диалогах. Что от меня ещё, я бы хотела сказать, как я учу неправильные глаголы. Неправильные глаголы я учу по звучанию их. И это очень быстро выучивается. Например, «to buy, bought, bought», «to bring, bought, bought», «to catch, got, got» и так далее. И нужно, я вот на этих группах маленьких даю маленькие диалоги. Например, «Pita got a kitten and brought it home». «Then he fought a little and brought a parrot. First they fought, what told the kitten, told the parrot to say meow». Ну вот, спасибо большое. Что могла, то показала. И вот мои ребятки вам показали, как они всё это используют и говорят. Быстро достичь хороших результатов и получать удовольствие на уроке. Потому что когда дети улыбаются, и ты получаешь счастье. Это уроки счастья. Ребёнок должен проживать жизнь на уроке. Все эти книжки с говорящей ручкой можно приобрести в новом детском мире. Создательство «Знаток». Если вы скажете, что отклиментирует, то всем будет скидка 30%. Продолжение следует.